Во Дворце детского и юношеского творчества в Люберцах отметили начало нового учебного года. В этом году учреждение распахнет свои двери для четырех тысяч воспитанников. Новый учебный год во Дворце детского и юношеского творчества начался с приятных новостей. Девять воспитанников учреждения стали лауреатами именной стипендии губернатора Московской области. Ребятам в торжественной обстановке вручили свидетельства. Анастасия Букалова заняла призовое место в областном конкурсе «Юные таланты Москвы». Победа досталась благодаря роли бабушки в кукольном спектакле «Синяя птица». На самом деле награда, если бы не коллектив, её бы не было, потому что это не индивидуальная работа. То есть всё зависит от твоего напарника. То есть если бы не какой-нибудь мой напарник, то, скорее всего, я награду бы не получила. Для того, чтобы привлечь как можно большее количество детей к занятиям во Дворце творчества, руководство учреждения организовало Дни открытых дверей. Они проходили с 1 по 6 сентября в Люберцах, Малаховке и Томилине. Каждый педагог представлял себя. Были оформлены выставки поделок, сделанных руками обучающихся. Выставки рисунков, грамоты, которые получил творческий коллектив за прошлый год. Проходили мастер-классы по бисероплетению, изобразительному творчеству, бумагопластики. Стоит отметить, что обучение во Дворце детского творчества бесплатное. Записаться в объединение дополнительного образования можно до конца сентября. Ожидается, что в этом году в учреждение придут более тысячи новичков. Луиза Егия-Зарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий. Субтитры создавал DimaTorzok